Все, девочки, разбегайтесь, я вошу на докрашу. Блин, вот что я наделала? Жить, когда ты лисица-кошка, на вид еще сложнее, когда ты внутри картошка. Макияж лисии глаза. Он сейчас просто везде, если вы пропустили каким-то образом, и не были в последнее время ни на ютубе, ни в инстаграме, тем более в тиктоке, и пропустили этот тренд на лисии глаза, вот эти вот, ну, видимо, вы видите их в первый раз, потому что сегодня я, во что бы то мне ни стало, попробую на себе их сама нарисовать. Я не знаю, почему, но на мне, как мне кажется, всегда очень странно смотрятся все вот эти вот попытки нарисовать красивые арабские вытянутые лисии, Беллахадита, Кальи... Нет, не Кальи, Кендалл Дженнер, глаза вот эти вот модельные. Сегодня будет день, когда я все это исправлю. Сколько бы попыток мне это не стоило, я нарисую эти лисии глаза на себе сегодня. Поехали. Моя чулка отросла. Я прочесала как минимум половину интернета в поисках информации о том, как сделать себе красивые лисии глаза, как минимум те, которые мне нравятся, потому что большинство уроков были, о, мой бог, насколько... Господи, что это? Почему так плохо? О, мой бог, прекратите мои глаза. Вот. А мне нужно что-то, что выглядит по-настоящему красиво. Поэтому я прочитала пол интернета, чтобы найти красивые, правда, уроки. Все эти уроки выучила, как никогда не учила уроки в школе. И также из кучи фиговых тиктоков нашла хороший тикток, который показывает интересные способы макияжа лица. Да, макияж лисии глаза, это не только лисии глаза и макияж на глазах, это также макияж еще на всем лице, суть по всему. Поэтому вот это все я тоже еще буду промышлять. И именно с этого надо как раз начать. Учите уроки детям, чтобы делать так. Кто, о котором я говорю, он очень сумбурно показывает, что же там нужно делать, но, в принципе, если его стопорить почаще, то тогда там все окей. И начать нам нужно с консилера, которым мы будем наносить на определенные места на лице. К тому же консилер должен быть светлее, поэтому я прочесала вообще весь свой набор косметический, который всю комнату занимает для того, чтобы найти консилеры светлее, чем моя кожа. Это оказалось сложновато. Но ошибка, которую я как-то раз сделала с Fenty Beauty, а именно сделала слишком светлый для себя консилер, меня спасла, поэтому... Если что, у меня уже накрашено лицо, как обычно, моим CC-кремом от Lumine, которое я всегда использую, поэтому давайте приступим к нашим глазам. Делаем все как в инструкции, наносим консилер только на вот эти зоны. Зона 1, зона 2, зона 3, зона 4. Теперь все это нужно растушевать. Не знаю, правда, каким образом донесение консилера, которое не маскирует мои синяки синие под глазами, сделает меня более свежей и потянутой. Я вижу, я вижу. Есть четко эффекты вот здесь, его заметно уже как бы поднимает часть над скулой. Но мне кажется, чтобы наносить консилер только туда, только в эти места нужно сначала схожим с цветом кожи было законсилерить все-таки глаза, именно синяки под глазами, потому что никакие синяки вот эти вот свежести не придадут. А здесь-то я такая должна консилерить. What? Может, предполагалось, что я должна была тянуть это вот сюда, но... Ну, как мне кажется, типа, чтобы сделать лифт лицу. Окей, предположим, наш консилер готов. Следующий шаг — это забейкить. Это все, естественно. Опять-таки, вот сюда. Также пудру нам нужно нанести достаточно в необычной манере, потому что делать мы это будем только на внутреннюю сторону и на внешнюю сторону. Вообще нигде. Мне нужна пудра посветлее, по-хорошему. Потому что это лора Марсия, но тоже слишком сливается с оттенком моей кожи. Хотя, блин, любое, что приближено к белому, на самом деле сливается с оттенком моей кожи. В тиктоке на этом этапе продолжается еще макияж всего лица, но я бы пришла сейчас перейти к глазам, потому что консилер мы сделали, то есть, по сути, наши глаза готовы для того, чтобы потом не испортить прикладыванием руки, пока я вот сделал глаза и весь остальной макияж кожи. Закатываем рукава и поехали. Итак, как я и сказала, я пересмотрела кучу вариантов того, как сделать фокс-айз, лисии глаза, но лучше всего, из всего, что я увидела, смотрелось, когда эффекты создаются с помощью теней, не жаль, с помощью айлайнера, потому что айлайнер, во-первых, сложно, он всегда наносится достаточно криво. Во-вторых, мне бы это не пошло, потому что я слишком светлая для этого. И девушки моего типа вот славянского, мы не можем просто нафигачить себе на лицо стрелку и выглядеть... Было ходить киндл дженнер лайк. В этом проблема. В том, что на нас арабские глаза, вот эти вот все глаза, выглядят слишком смешно из-за нашего типа. Поэтому наш вариант это тени и коричневый цвет. Говорит! Говорит сложно говорить! Это сложно говорить! Тупеньки-то катывают туда-сюда! Делайте уроки, дети! Я себе притащила большое количество всяких разных телесных теней. Я начну, наверное, вот с этого оттенка, которым постепенно буду наслаивать цвет. И кисти я также буду использовать постепенно от более пушистой, но тем не менее такой, знаете, чуть-чуть бочонковой, до минимально пушистой и максимально бочонковой. Да, и просто название кисти бочонок. Типа поэтому звучит по-дебильному бочонковая кисть. И на первом этапе наша задача просто работать кистью во внешний угол, от середины глаза, вот сюда, до брови. Максимально расслаблено, релаксно и растушево, поэтому don't worry. Be happy! Чем дальше будем заходить, тем не только наши кисти будут становиться более плотными, но и оттенки более темными. И также размах нашей стрелки, размах нашего лисьего глаза будет сокращаться. И также этим же цветом нужно сделать затемнение в складке века, поэтому сюда мы тоже работаем. Обычный человеческий глаз, наш лисий глаз. Наш человеческий глаз, наш лисий глаз. Мне кажется, у меня проблема из-за того, что у меня натуральная складка глаза вот здесь дает тень. Долбанный глаз! Не поломаешь мне план сделать себе лисии глаза. Кстати, сегодня я узнала в своей жизни эту новую штуку. Оказывается, есть специальные операции, с помощью которых можно сделать вот эти вот глаза и поговаривать, что Kendall Jenner как раз-таки сделала себе вот этой вот операцией свои глаза. Кстати, да, в какой-то момент они у нее стали очень раскосые. Но мне бы, наверное, не пошло, мне бы слишком маленькие глаза стали бы по отношению к хикандрам. Окей, продолжаем дальше затемнение. Дальше я перехожу на свою палетку вот эту вот Ателье Париж и будем работать прямо по цветовой гамме. Сидение дома также обломало мое желание в этом году сделать себя чуть большей дивой, потому что я хотела пойти и начать заниматься танцами вок. Не знаю, это да. Волк, 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 волк. Потому что, мне кажется, это настолько... Вот если есть в мире танцы, которые представляли бы... Я не знаю, какую альтернативу в этом условии взять в русском языке. Сучечность. Вот если бы они представляли вот такую светлую, прекрасную сучечность, вот это был бы вок танец. И я хотела научиться танцевать вок для того, чтобы открыть себе свою внутреннюю кочку. Потому что сейчас вместо кошки у меня есть только картошка. Когда даже муж называет себя пакет картошки. Нет, про, называет мне мешок картошки. Поэтому будем выкручиваться с помощью макияжа глаз. Кисть поменьше. Эта кисточка из Urban Decay, из палетки. Стрелочка чуть покороче. Просто затемняем наш уголочек. Каждый раз, когда смотрю чей-то урок, кто делает макияж эти лихие глаза, я каждый раз удивляюсь, насколько они такие да, пофиг. Годица, красота. Я так не могу. Я, блин, так не могу. Мне нужно, чтобы все выглядело максимально офигительно, красиво, аккуратно, симметрично. Почему, 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 блин, почему, нафига главное. Следующий оттенок самый темный коричневый. Тип-тип-тип-тип-тип. Как я и говорила, наносим только на маленькую часть стрелочки. Намного сложнее рисовать симметричные глаза, когда глаза к черту не симметричные. Просто пипец. Спасибо мальчику, который выстрелил мне из пневматического пистолета вот с такого расстояния в глаз, когда мне было 7 или 8 лет, я уже не помню. И теперь мои глаза разные, до офигения. Вау! Немного танцев с бубнами вправо-влево, туда-обратно, и более-менее это выглядит хоть чуть-чуть симметрично, насколько это возможно с симметричными глазами, да? Я постаралась как-то... Вы поняли. И теперь так же яростно, как мы затемняли наши внешние белки глаз, нужно высветлить внутренний. Да-да. Перед тем, как рисовать нам вот эту вот фигню внутри, я не знаю, как это назвать, правильно, как... Нужно высветлить все, что у нас вот здесь вот находится. Я также буду свою палетку использовать, здесь есть подходящий, я думаю, что свет. Свет, цвет. Вот так вот. Да, прям то, что надо. Горл! О, как сразу сделалась-то. Очень забавно делать такие макияжи, особенно, когда ты сидишь дома, преимущественно ненакрашенная и выглядящая как мешок картошки, то в какой-то момент можно забыть, что ты вообще-то мамосита или как это называется. Блин, я не могу вот в эти вот, вот эти вот, знаете, понтовости, вот я не умею, я слишком какая-то неловкая, что ли, для этого. Даже если у меня получается это изобразить, то внутри я себя чувствую очень неливо. Кажется, можно еще вот так вот сделать. И теперь можно прилепить ресницы. Да, до того, как мы сделаем наш внутренний глаз, для того, чтобы сделать его так, чтобы он аккуратно вытекал из ресниц, лучше сначала налепить ресницы. Налепить ресницы. И нам нужны не простые ресницы, нам нужны хитро-выдуманные ресницы, а именно так, чтобы они были удлиненные во внешнюю сторону. Я буду использовать тарт-ресницы, которые у меня есть. Кстати, если вы хотите сделать более натуральный лук и чуть менее вот агрессивный, то можно просто будет использовать тушь и все. Ооо, посмотрите на это. Вот так, кстати, наш лук будет смотреться с просто накрашенными ресницами. В принципе, тоже неплохо. Такой повседневный. Повседневный, ага. Столько макияжа. Такой повседневный. Прямо в магазин ходить никто не заметит, что это накрашено. Ха! И я намазала на мочку тушь. Молодец. Ух. Так. Это Господь, Господь и Иисус Христос. Это Господь, Господь, и Иисус Христос. Нужны мне сейчас очень для того, чтобы приклеить ресницы. Кажется, у меня получилось. Вот так наш образ с лизьим глазом будет выглядеть, если у него будут ресницы. И вот так это будет выглядеть, если будет исключительно тушь на глазах. На мой взгляд, это будет намного эффектнее, но понимаю, что ну так совершенно не похож каждый день. Это точно. Хотя, чтобы пофоткаться, это прям вот оно. Так, мне бы теперь еще вторую на собачьи сюда. Ладно, я сделала все настолько аккуратно, насколько было возможно, поэтому это что у нас получилось. Именно потому, что внутри прицепить ресницы не так просто, лучше всего украсить потом. Так что теперь я возвращаюсь к своим тенюшкам. брать я буду, наверное, на самом деле я попробую не сразу самый темный цвет, я попробую сначала вот этот и возьму плоскую кисть. Вот такую. Если что, это Зоева 317. И попробуем нарисовать теперь внутреннюю стрелочку. Насколько я понимаю из всех уроков, фишка в том, чтобы не просто сделать ее вот такой, а сделать стрелочку вниз уходящей, для того, чтобы глаза получились вот такие. Обычно вот именно следующий шаг выглядит на мне максимально нелепо. Ну почему это так плохо смотрится, я не знаю, блин. Я, честно, не знаю, нормально эти глаза выглядят. Я еще вот... Не смотрите на остальное лицо, его еще нужно будет доработать, но... Нормально? Как вы? Напишите в комментариях. Как минимум, на данном этапе с глазами закончено, и мы можем вернуться обратно к нашему ролику из ТикТока, который покажет нам, как сделать остальное лицо, потому что, да, блин, это не все. Нам также нужны еще соси-брови, соси-мосика, но это мы сделаем все быстренько. Следующей на очереди будет бронзер, но здесь, в принципе, ничего нового. Нам его нужно будет наносить с помощью взмахов, которые мы будем делать наверх. В принципе, я так всегда и крашу лицо, поэтому... Окей. Нам нужно чуть больше забронзериться, потому что дальше идет достаточно странный шаг. Нам нужно нанести нашу транспарантную пудру. Вроде бы все как обычно пока что идет, да? Да? Нет. Нужно нанести ее вот так. Я не знаю, почему. Как бивни. Вот реально, как бивни мамонта. Представьте, что мы рисуем себе на лице бивни мамонта. В ролике ТикТока написано, что это для того, чтобы сделать более круглые щеки. Как бы... И оно, да, оно так работает. Когда ты закругляешь на лице всякие штуки, то делается более... применяет это дело и что делается более квадратное лицо. Я мамонта. У девушки прямо до носа вот так доведено здесь. То есть... Ой. Вот так вот. Думаю, что нужно посидеть так какое-то время для того, чтобы... Я не знаю, для чего, в общем, все сидят, но так надо. И мы пока можем заняться носом, потому что дальше именно в этот момент у нас идет нос контур, и как бы нам же нужно сделать не картошку, а лисичку, поэтому сейчас мы будем жестко контурировать нос. У меня никогда с этим не получалось ничего. Я не понимаю, как люди контурают свой нос до уровня прямой палки. Это, блин, не мой случай. Но сегодня я сделаю, как я и сказала в начале ролика, все. Возможно, сегодня даже я превращусь в ту женщину, которая будет готова наконец-таки сделать себе драковый макияж, потому что черт поделить, я мечтаю об этом. Я мечтаю, что когда-нибудь я сделаю себе драковый макияж, потому что я, блин, люблю это все. И у меня будет получаться, и я буду выглядеть просто апопенно. Но для того, чтобы сделать драковый макияж, нужно офигенно контурировать нос. Кто она? Фига, какой у меня нос стал! Прямой и острый! Если что, я очень курносая. What? Для того, чтобы это не выглядело так вот прям жестко, я сделаю чуть-чуть вот здесь вот пемпочку. Господи, как было бы проще, если бы лицо было просто симметричным? И лицо, я что, многого прошу? Просто, почему ты не симметричное такое? Это не так плохо. Как могло бы быть? С нами цвета есть, с нами цвета все, это все, хватит. К тому же дальше нужно сделать одну страшную вещь, запечь нос. Я не могу, серьезно, такой макияж делает тебя слишком. И дальше нам осталось только смахнуть нашу прекрасную бороду в надежде, что щеки будут выглядеть чуть-чуть более пупченными. Я нанесла так много пудры на нос, что могу использовать чуть-чуть пудры с носа на лоб. Смахиваем все ненужное, чтобы никто не понял, что это наш ненастоящий нос. Ладно, дальше дело за более приятным, потому что дальше нужно добавить хайлайтер. Добавим чуть-чуть этой самой посадочной полосы. Возможно, сюда сможет здесь частный джет. Делаем брови, которые унесло просто в разные стороны от офигенности нашего макияжа на глазах. Это их буквально сдуло наверх от офигения. Кстати, извините, мои кривые брови. Я думаю, все-все понимают. Карантин. Это карантинные брови. Дорисуем волоски там, где их не хватает, как будто мы последние три месяца не сидели дома на самом деле. Ну и осталось нарисовать губы. Губы я сделаю так, как я их делаю сейчас обычно, а именно я для себя нашла такую рутину. Дипглосс от Gloria Джинс. Да-да, между прочим. И карандаши у меня, я выбираю, какой мне больше нравится обычно по настроению. Да, они разного оттенка, это сложно поверить, но это так. Это от Maybelline из коллекции из Джи-Джи-Хадид. Добавим Джи-Джи-Хадидности в наш лук. Я этот вид нанесения средств на губы называю «Я привыкаю к своим губехам». Потому что каждый раз, когда я крашу губы, мне они кажутся какими-то странными и неуместными на лице. А так, вроде бы, как все телесное, но при этом из-за карандаша контур как бы некуда деваться. В инструкции этого нет, но я не понимаю, как можно оставить лук без румян, поэтому я все-таки добавлю. Ну и, конечно же, парочку фирменных добавочек, потому что я все еще считаю, что нет ничего жертвеннее, чем веснушки. Если что, это маркер для веснушек от Lime Crime, который я все еще не понимаю, почему они сделали меня амбассадором этой фигни, потому что, боже мой, я, наверное, столько уже этих, чтобы продала. И все готово! Женственность этого лука по шкале от картошки до лисицы-кошки. Теперь я могу делать вот так вот и выглядеть как реально четкая женщина. Вроде бы да. Черт подери, у меня получилось. У меня получилось! Может, лук и, конечно, лисица-кошка, но я все еще картошка. На самом деле, без кремляния мне безумно нравится то, что у нас получилось. По-моему, выглядит просто невозможно красиво. Я не помню, когда я чувствовала себя настолько женственной в последний раз. Может быть, когда покупала белье Victoria's Secret. То, что с кристалликами, в которым безумно неудобно ходить, но тем не менее. Короче, правда, безумно круто получилось. Я безумно рада, что я попробовала именно эту технику, а не последовала всем миллиардам советов и рисовала все с помощью айлайнера, потому что на самом деле я думала, что это будет чутка проще, чем, скорее всего, на нормальной жизни я бы сделала это намного быстрее. просто мое бичевание, чтобы было красиво, на видео, а это в 300 раз сложнее, чем просто сделать красивый макияж, слишком зашкаливает, и поэтому вот так получается. Но, о боже мой, это так красиво, это стоило каждой минуты. И серьезно, мне кажется, я теперь буду какое-то время ходить вот с таким макияжем. Я надеюсь, вы не против видеть меня так, потому что сториз в инстаграме и мои новые тиктоки будут выглядеть вот так. Ну все, теперь я хочу идти на Vogue. Может, у меня теперь начнет получаться? Нет, все так же хреново, но выгляжу я уже, по крайней мере, лучше. Вот как это работает, боже мой, обалдет. Также не забудьте написать в комментариях, как вам этот лук по шкале от картошки до лисицы-кошки. На мой взгляд, это, блин, десяточка. Все, девочки, разбегайтесь, я вас надо крашу. Блин, вот что я наделала? Жить, когда ты лисица-кошка, на вид еще сложнее, когда ты внутри картошка. Ладно, надеюсь, что вам понравилось такое родное видео, оно было полезным. И также не забывайте, если вы будете делать такой макияж, обязательно выложите его куда-нибудь, отметьте меня, допустим, в инстаграм, потому что я всегда лайкаю в инстаграме макияжа, на которых вы меня отмечаете, которые сделаны по моим роликам или какие-то ваши фан-арты, коллажики и прочие штуки. Я вас обязательно лайкну и буду безумно рада это все видеть. Но если вам было мало этого видео, то можете посмотреть какой-то еще из этих двух. Вот это очень красивое, а вот это прикольное. И, кстати, там полезное, да. Можно прикольную одну штуку узнать. Ну, а пока, пока, мои лисицы-кошки. Я тебе могу сделать... Я тебе могу сделать... И это выглядит красиво. Хотя не точно.